Всем привет! С вами Megabzor.com. Сегодня героем нашего обзора будет новая экшн-камера SG-Cam SG8R. Мы изучали старшую модель SG8 Pro, изучали SG8 Plus. Сегодня посмотрим, на что способна самая младшая модель. Для нее заявлена поддержка съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду и сенсорное управление. У официального дилера в России она доступна с рекомендованной стоимостью 6990 рублей. Для всех трех камер теперь производитель предлагает два варианта комплектации. Расширенную с хорошим стартовым набором крепежа и базовую включающую только кабель. Разница между этими версиями не такая уж и большая, поэтому мы рекомендуем доплатить и выбрать полный комплект, избавив себя на ближайшее время от трат на аксессуары. SG-Cam SG8R вышла в трех расцветках корпуса – черно-белый и розовый, выполнена в классическом форм-факторе. В отличие от двух старших моделей тут нет дополнительного монохромного дисплея с фронтальной стороны, но сохранено сенсорное управление, упрощающее взаимодействие с интерфейсом и уменьшающее количество механических кнопок на корпусе. За включение старт-записи отвечает пара прорезиненных кнопок со светодиодной подсветкой. Сам запуск занимает минимальное время. На нижней грани метовое крепление для прямой фиксации на моноподы. Система крепления обеспечивается широкой поддержкой аксессуаров. Выбран тут распространенный формат. Аккумулятор расположен под выдвижной крышкой. Здесь же находится отсек под карту памяти microSD. Порадовала установка USB Type-C разъем и отказ от морально устаревшего microUSB. Это опять же обеспечивает широкую поддержку гиростабилизаторов. На фронтальной стороне объектив из 7 стеклянных линз с углом обзора в 160 градусов. Диафрагма 2.6. Интерфейс SG-CAM SG8AR простой и интуитивно понятный. В 1-2 клика можно получить доступ к часто используемым функциям и режимам. Оформление в виде плиток оптимальное для управления пальцами. Сенсор на нажатие реагирует точно. Список поддерживаемых разрешений по сравнению со старшими моделями тут заметно меньше. Не меняется, например, скорость съемки. Встроенный модуль Wi-Fi можно будет использовать для синхронизации и дистанционного управления смартфона. Для этого потребуется предварительная загрузка приложения. Построена SG-CAM SG8AR на базе платформы Novatec 96658. Матрица Panasonic MN34112PA. Так, ребят, сейчас снимаем в Full HD. 30 кадров в секунду эта камера поддерживает. Это SG-CAM SG8+. На прошивке, которую мы сейчас тестируем, там нет у нас возможности изменить частоту на 60 кадров. Но я думаю, может в будущем добавить. Вероятность всего, конечно. Но пока так вот. 1080p. Снимаем. И заодно вы можете оценить, как работает микрофон. Сейчас ветер поменьше, чем когда мы снимали на камеры SG8 Pro и Plus. Основное разрешение для нее Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Выставить 60 кадров на момент теста не представляется возможным. Еще один вариант разрешения. Это 1728 на 1296p. Целесообразность его выбора с учетом соотношения сторон очень сомнительна. Но мы также приведем примеры такой съемки. В данном видео мы приводим съемку Full HD, напомню, со скоростью 30 кадров в секунду. Выбора между кодеками H.264 и H.265 тут нет. Заявлена поддержка гироскопа, но более подробных данных по нему у нас нет. Как и ранее, мы всегда предоставляем возможность самостоятельного изучения примеров съемки. Загрузить все исходные файлы вы можете на нашем OneDrive. Подводя итоги, SG-CAM SG8 Air будет интересно в качестве стартовой экшн-камеры для начала изучения монтажа роликов и общего понимания процесса подготовки контента. При своей невысокой стоимости здесь есть поддержка сенсорного управления, стерео-микрофон, разъем USB Type-C с поддержкой гиростабилизаторов, дистанционное взаимодействие с экраном вашего смартфона и хорошая автономность. С удовольствием обсудим с вами SG-CAM SG8 Air. Также я приведу ссылки на обзор SG8 Pro и SG8 Plus. Если вам интересно сравнить эту камеру с актуальными моделями от конкурентов или детально изучить всю модельную линейку, представив сравнительные видео, просим отписать в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока.